Здравствуйте, это рубрика интервью. Меня зовут Наталья Чудина и сегодня мы в гостях у министра внутренних дел Хакасии Ильи Ольховского. Здравствуйте, Илья Иванович. Добрый день. 10 ноября в России отмечают День сотрудника органов внутренних дел. Профессиональный праздник для полицейских это не только повод для радости, но и повод подвести некие итоги своей работы. Им возможно даже поговорить о проблемах. Давайте начнем с хорошего. С какими результатами вы подошли к этому дню? Канун праздника мы уже подводим итоги 10 месяцев текущего года. Хочу сказать, что несмотря на все те катаклизмы, которые происходили в республике, мы прекрасно с вами помним события 12 апреля текущего года, мы сумели удержать на территории республики оперативную обстановку. Хочу сказать, что практически у нас нет вспышки преступности на уровне прошлого года. По такой категории, как тяжкие, особо тяжкие поступления у нас идет твердое снижение. Поступления против личности, такие как убийство, подчинение тяжкого вреда здоровью, грабежи, разбои, также наметилась тенденция к снижению. Более того, хочу сказать, что за последние пять лет у нас уменьшилось количество поступлений, которые совершены были в общественных местах, на улицах. Это говорит о высоком профессионализме наших сотрудников органов внутренних дел. Всех тех, кто принимает участие в охране общественного порядка, это не только органы внутренних дел, это и другие правоохранительные системы. Это тот вклад, который вносит правительство республики Хакасия в охрану общественного порядка. Это работа добровольных народных дружин, которых у нас на сегодняшний день уже создано в республике 47. То есть вклад, наверное, всех тех, кому не безразлично общественный порядок, кому не безразлично порядок в нашем доме, который называется республика Хакасия. Но давайте поговорим о проблемах, с какими сталкивается сегодня ваше ведомство. Супление, которое совершается в республике, оно совершается в нетризмом состоянии. Борьба пьянством, конечно, это очень серьезная проблема. Она глобальная не только и является бедой не только для республики Хакасия, но, наверное, для всей России. Потому что там, где нету пьянства, там фактически нету преступности. Уже более трех месяцев действует закон, который позволяет нам, в отношении лиц, которые в течение так называемого повторно привлекаются к административной ответственности за управление интенсивным состоянием. И мы проводим большую очень работу, и, к сожалению, количество этих лиц не снижается. За три месяца нами выявлено более 400 фактов таких. А вообще, вот за 10 месяцев на территории республики выявлено более пяти тысяч лиц, которые управляли интенсивным состоянием, садились за руль автомобилей. Думайтесь, пять тысяч потенциальных преступников, которые садились за руль. Есть, конечно, и другие проблемные вопросы. Это борьба с наркоманией, это преступность из несовершеннолетних. Но есть еще ряд других направлений, о которых мы знаем, мы видим эти проблемы, мы вносим вопросы эти на рассмотрение в администрацию нашего правительства, для того, чтобы совместно, коллективно решать эти проблемы. Большую роль играет прокуратура, как координирующий орган, который, в общем-то, тоже оказывает содействие в наведении этого должного порядка. И те проблемы, которые возникают на самом деле в процессе работы, в том числе и органов внутренних дел. Но вы обозначили пьянство как одна из основных проблем современного общества. Вообще у нас не так давно вышел запрет на продажу алкоголя в ночное время. Вот за это время как-то поменялась статистика по преступности? К сожалению, пьяная преступность, она еще доминирует и увеличивается с каждым годом на территории Республики Хакасия. Хотя и закрываем и кафе, и принимаем соответствующие меры, и, в общем-то, наводим порядок, отслеживаем все эти процессы. Но, к сожалению, пока на сегодняшний день в этом направлении, я бы так сказал, минимальный наш успех. В 2009 году, мы помним, началась реформа МВД. Были и сторонники, и было даже много противников ее. На ваш взгляд, вот за эти годы ваша работа как-то изменилась? Работа полицейского? Ну, я хотел бы сказать, что, наверное, стало более сложнее работать вообще. Более жестче стал отбор сотрудников, которые поступают в органы внутренних дел. Ну и те процессы, которые были заложены, и те направления деятельности, которые были заложены в основу перехода от милиции в полицию, они, к сожалению, до сегодняшнего дня еще и продолжаются. Вы знаете, что процессы сокращения идут, и буквально мы вот несколько дней назад у нас и в неведомственной охране было большое количество сокращено. То есть, как бы, эти процессы, они продолжаются. Но, наверное, я бы выделил со всего этого контекста, который называется, в общем-то, переход из одной системы в другую. И, конечно, наверное, самый главный, и самый основной, и самый оптимальный, наверное, это, конечно, человек. Человеческий фактор, конечно, играет очень серьезную роль. И от того, кого мы полюбим на службу в органах внутренних дел, такая будет и отдача. Поэтому сегодня, наверное, я уже смеюсь иногда, говорю, что легче в космонавты поступить, чем в систему органов внутренних дел. Процесс очень серьезный, начиная от похождения детектора лжи и заканчивая тестами. Медицинская комиссия очень сложная и очень жесткая такая подход. Ну и сам отбор, в общем-то, он намного ужесточился. Ну а вообще, вот на ваш взгляд, принципиальное отличие между милиционером и полицейским, оно есть или это все те же люди? Это не особые люди, это не космонавты, которые прилетели с какого-то другого общества или с другой формации. Это те люди, которые вместе с нами учились. Наверное, чем отличается, в общем-то, простой гражданин от советского уже теперь, или, как ранее говорили, советского милиционера? Наверное, это преданностью, наверное, это быть готовым пожертвовать ради гражданина, защищая его. Те люди, которые готовы переступить через себя, те люди, которые пришли в органы внутренних дел не зарабатывать, а служить, им честь и достоинство. Полиция сегодня достаточно открыта для прессы, насколько это возможно. Вот как вы оцениваете сотрудничество полиции со СМИ? Каждый случай там, где граждане оказывали содействие в органах внутренних дел, разряжение преступников. Причем были на самом деле и серьезные преступники, и вооруженные преступники были, и ранения граждане получали. Они как бы выполняли тоже свой долг. И вот то, что СМИ не остались в стороне, это, конечно, очень серьезно. Я еще раз хочу сказать добрые слова спасибо. С другой стороны, я хотел бы еще подчеркнуть, что те проблемные вопросы, о которых я попытался буквально тезисно их назвать, они тоже не остались в стороне со стороны СМИ, и они тоже неоднократно у нас на страницах озвучивались. Разными аспектами, под разными углами они доносились, и как проблемные вопросы они неоднократно звучали и в этом году, и в предыдущих годах. Я тоже благодарен, что эту проблему не только мы видим, как профессионалы, как сотрудники ее видят, и наши граждане доводят до этого. К сожалению, есть и моменты, когда, наверное, я бы так сказал, когда все-таки гонка, попытка выхватить первую информацию, может иногда и вредит на самом деле. Но я как бы понимаю с точки зрения профессионализма и считаю, что сегодня тот шаг, который мы сделали в открытости, он в принципе нормально работает, и мы нашли точки соприкосновения, которые позволяют, в общем-то, и нам оставаться открытыми и давать возможность представителями СМИ нормально доносить информацию. Тем не менее, сейчас СМИ очень часто обвиняют в том, что вот огромный поток информации сейчас идет на человека именно криминального характера. Вот на Ваш взгляд, это как-то влияет на криминогенную обстановку? Да, к сожалению, это тоже один из таких, не совсем, я бы сказал, нормальных явлений. Я просто в практике у меня уже было, когда буквально информация о совершенных преступлениях, о способах совершения поступления через некоторое время, она, в общем-то, становилась примером для лиц, которые, может быть, слабой психикой и совершают именно такие преступления. Более того, ну, наверное, особенно на молодежь, да, когда идет постоянная информация, негативная информация идет, она, в общем-то, мне кажется, она должна выдаваться дозированной и не в таком объеме, который есть на сегодняшний день. Сегодня, если в любой передаче не покажут убийство или кровь, или насилие, наверное, уже она и неинтересна. И, наверное, это, наверное, есть о чем у нас. Проблем их очень много, их можно озвучивать, но не через, именно, не через насилие, не через кровь, не совершение преступления. Мне кажется, где-то есть спутная или попутная, я бы так назвал, будем говорить, пропаганда вот этих всего насилий. Ну и, наверное, уже не одно поколение, кстати, у нас уже выросло вот на таких вот передачах. Наверное, это не совсем правильно. Наверное, идеология немножко должна меняться с точки зрения хорошего. Надо больше рассказывать о хорошем, чем о плохом. И в конце нашей встречи у вас есть возможность поздравить своих подчиненных, сотрудников с этим праздником. Уважаемые друзья, уважаемые жители Республики Хакасия, я с большой благодарностью хочу поздравить вас с нашим народным праздником, потому что, наверное, все, кто в своей жизни хотя бы, хоть один раз, но встречались и по-хорошему, и по-плохому с сотрудниками органов внутренних дел. Я с большим удовольствием хочу высказать слова благодарности нашим ветеранам, тех, кто прошли лихие 90-е годы, тех, кто не дали возможности захлестнуть преступностью Республику Хакасия, которые по 25 часов в сутки наводили порядок. Спасибо вам, здоровья вам, удачи вам, действующим сотрудникам. Ну, наверное, традиционно, я уже как бы неоднократно говорил, поменьше вам работы, поменьше вам бессонных ночей. Самое главное, берегите себя, берегите своих близких и всего самого доброго вам. Еще раз с праздником. Спасибо большое, что нашли время встретиться с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова